Я уверен, у каждого из вас есть такая мечта. Взять своих друзей, сесть в поезд и отправиться в путешествие. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас мы исполним эту мечту. Вы отправитесь вместе с нами по самой длинной железной дороге в мире. Через всю страну. Погнали! Это просто другая Россия. Это самая длинная дорога в мире. Габар, пошел. Нет, даже здесь лучше, чем в плацкарте. Ребята, надеюсь, не прощаемся, а говорим пока. Чуваки, мы точно не даем дрым Владивостока в 7 месяцев. Мы должны сидеть в поезде, а мы сейчас в маршрутке. 500 тысяч лайков, и мы арендовываем целый вагон. Короче, мужики, я собрал вас для того, чтобы сказать вам. Нам надо ехать во Владивосток. Это просто другой край земли. Это вообще другая Россия. Чтобы был этот пипец далеко. Прям очень. Это круто. Мечта. Я ни разу не был очень хотим. Там такой мост просто. Там такие морепродукты. Короче, мы можем начинать реально очень крутой контент. Поэтому я предлагаю ехать реально во Владивосток. То есть мы сейчас просто берем, 8 часов летим. Да, там есть вещи, которые в жизни необходимо совершить. Например, до Владивостока надо поехать. Аутентично. Поезд. Поезда. Ребят, а я чисто вопрос вагон. А кто-нибудь едет до Владивостока? Никто? 6 дней, просто вдумайся. Это вот эта самая длинная дорога в мире. Транссибирская магистраль. Да, 6 дней, и ты часа, я по-моему, самый быстрый поезд. Все, скажем, в плацкарте. Только в плацкарте. Ребята, запах жизни надо почувствовать. Кстати, я один из тех, об кого вытираются, потому что я почти два места ростом. Хотя, мне кажется, вот так еще на боковую плацкарте. 6 дней в плацкарте. Берем всю команду, берем доши. Всю команду? Слушай, это большое путешествие. Это тимбилдинг. 6 дней, Москва, Владивосток. Кто-то плохо работает. Вышел! Время 12 часов ночи, мы в Болезино. Я понятия не имею, даже где-то географические находят. Ребят, разница с Владивостоком 7 часов. 7 часовых поясов проект получается. Мы пересечем два континента из Европы в Азию, прикинь? Это идеально. Ну, короче, я думаю, мы не справимся. Потому что как можно проехать в плацкарте 6 дней? Чего не справимся? Ну, братан, 6 дней ты живешь в плацкарте. Чувак, я есть секретное оружие. Я похраплю, что люди будут... То есть мы не будем спать. Люди будут выходить. Вообще, я спал с Великим Васей, так что у меня есть иммунитет. Это самая длинная дорога в мире. Больше чего-то там 9 тысяч километров. Плацкарте. Плацкарте. У Никиты рука сдавалась в плацкарте. Давайте, раз, два, три. Плацкарте! Надо было сразу течение, чтобы Никита еще на боковухе ехал. У него это коллегка... Не-не-не, мы накоменуемся решим, кто на боковухе. Транссибирская магистраль. Самая длинная железная дорога в мире. Протяженностью 9 тысяч 288 километров. Чтобы проехать ее полностью, нужно потратить 162 часа. И останавливаться на 134 станциях. Первый поезд по этому маршруту отправился всего 55 лет назад. Его уникальность в том, что он проходит через 14 областей. Три края, один автономный округ и одну автономную область. Стоимость строительства самой длинной ЖД магистрали составила полтора миллиарда рублей. В наши дни строительство обошлось бы в 25 миллиардов рублей. Дорога связывает два континента, Европу и Азию. Если вытянут Транссибирскую магистраль в прямую линию, то ее длина займет 73% от диаметра зимы. Ребята, Владивосток, Невославский вокзал. У меня прям привкус командировки, ребята. А если папа в командировке, до свидания. То будет го-ри-чо. Поехали. Я до сих пор не верю, что мы это делаем. Сзади меня находится Ярославский вокзал. Это то самое место, где мы сейчас сядем на поезд на нулевом километре и отправимся к берегу Тихого океана в город Владивосток. Друзья, 6 дней, 3 часа, 9288 километров мы преодолеем. Надо знакомиться с моей командой. Человек, который прошел огромное количество уживаний. Никита! Что я закончил? И что мы все кончило. Ребята, Кабаров! Это командировка Московодивостока, ребята. Весь вагон пытается сдать билеты. Это самая длинная железная дорога. Ну и, конечно, мы не могли не взять девочку. Настя с нами, ребята. Человек, который постоянно остается за кадром, едет теперь с нами наш диман он тоже отправляется с нами наше время на такие расстояния ездить поездом это не нормально это будет действительно очень крутой выпуск потому что мы поедем по самые длинные железной дороги через всю страну из москвы владивосток плацкар там ребята руки 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 ты рука твоя где давай 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 голденник второй оператор еще у нас голден лик синий готовит мне еду в поезд и так что это сало курочка 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 так ну пока у нас все парни собираются дома готовят пищеварят стараются я как настоящая женщина пошла в магазин просто закуплюсь по-быстренькому и если что сяду пацанам на шею я буду отвечать за кайф возьмем чуть-чуть представляю как вкусно собирают жены мои грузи дорогу а я вот соберусь сам сняли на просто необыкновенно вот широко вафли фрукты овощи самое главное здоровенный кусок сала картошка в мундирах вот сейчас я буду варить сейчас 5 вечера и у меня полным ходом идет готовка на кухне мы закупили кучу продуктов поезд на строчке картошечка курочка закупили тут яйца ролл там короче все что нужно для выживания в поезде надеюсь нет ребят это полнейший эксклюзив моя мама мой папа они не хотели сниматься и до сих пор не собираются разговаривать ребят вот так мы в поезде поедем а я ребята чтобы понять всю жизнь так жил и хлеб домашней выпечки кто хлеб делает гордость моя едем ну чё ребят буражечки немножечко 6 дней кастрома тебя точно не устроит точно не устроит только москва улдилсток скорый поезд а то вы взял карту конечно конечно мы у нас все слышь тогда самый вообще нужный момент тебе вручить подарок на день рождения у меня пустой робот заебись день рождения круглогодичный якитос подарил мне подарок прикиньте ну если ты отменил снюх может я угадаю что это книга это блок бумаги А4 ёооооооооооо все суетология ребята нам есть чем заняться кстати если дай триминал дар тебе выпал мой 18 долларов пожалуйста вот это нулевой километр с этого начинается нулевой километр железно-транссибирской магистрали. Самая длинная магистраль начинается здесь, то есть, грубо говоря, отсюда все начинается. С этого пути можно доехать, ребят, вдумайтесь, до Тихого океана, до берега Тихого океана. Смотри, Россия, охрененное название! Вот, красивый у нас проводник какой. Здрасьте, мы с вами едем 7 дней. Лилия, так, нам нужен паспорт, парни, паспорт. Маки, это что? У меня плацкарт был другой. Ни хрена. Слышь? Это с Touch ID? Это по-моему по лицу определяется. По лицу? По лицу, знаешь, что определяется? Ни фигаааа! Итак, сейчас один из самых первых главных челленджек. Кто едет на боковую? Я предлагаю такую механику. Мы скидываемся до победителя, первый выбирает победителя, потом до следующего победителя, второй. Это логика. И два останутся лоха? И в конце два, которые будут выбирать из говноя палочки. Давай, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, мы победили. А, так вот волоха все. Нет, подожди. Это первый конь, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Теперь они... Какого вообще? Камень, ножницы, бумага. Тибыши победил! Тиман, чего какую ты выберешь? Прямо сейчас весь вагон пытается сдать билеты. Вот это. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Отлично. Я проебу, сука. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я буду так близко. Давай, блин, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Есть! Есть! Я уберу вот эту... Самое хорошее. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да идите в шоку. Поехали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Кабар, походу мы с тобой... Походу мы с тобой на одном спим. Поехали. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Где ты, Никит, будешь? Давай сбоку свежу. Вот тут. Отскочили, отскочили. У меня сейчас аж просто мурашки. Никита, у тебя потрясающий вкус. Чувак, ты лучший просто. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я не про... Впервые на историю я не проиграл в каменную тьму. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Смотри, какое лицо. Раз, два, три. Настюрик. А вот это еще здесь есть место. Бонниже и вот это топовое. Я вот там сплю. Я победитель стопудово, потому что я мечтаю о том месте. Реально. Нет, у нас должен быть лошара. Я реально уже кайфую. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, конечно. Я выбираю это место. Отличный вкус, Габар. Вкус отличный. Итак, проигравший, проигравший у нас Никитос. Никитос спит здесь. А вы понимаете? Здесь Настюрик, здесь я, здесь Диманчик. А знаете, в чем еще притом? Здесь Габарик, а здесь Никитос. А мы, понимаете, наша команда боковая. Мы сбоку и вы все тут, все четко. Ребят, а я чисто вопрос. Вагон, а кто-нибудь едет до Владивостока? Никто? Нет. Никто вообще не едет до Владивостока? Максим, давай быстро снимаем. Может, поехали? Вот так мы и подружились с Сашем Вагоном. Меня зовут Настя. Почему ты согласилась поехать поезд в Владивосток-Москва? Ну, прям уж так и согласилась, да? Там выбора особо не было. Надо ехать, едем. Понятно. Все, кто смотрит это видео, я желаю вам счастья и удачи. И никогда в жизни не пробовать поехать в Владивосток поездом. Я уверен, что сейчас это весело. Но через 5 дней наши лица будут похожи на лицо Олега Монгола. Блин, какой ют, просто космос. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я ваш проводник. Повторную проверку сделаем? А можно не делать? Давайте не будем делать. Когда последний раз вы видели человека, который от и до до конца проехал в поезде из Москвы до Владивостока? Очень часто. Очень часто. Каждый рейс, он как бы, как вам сказать, он не повторяется. То есть происходит что-то однозначно всегда. Ты заступаешь в рейс и, ну, с тем настроем, что ждут приключения, что-то однозначно случится. А дорога красивая? Красивая. Особенно Забайкальский край. Природа просто восхитительная. Ой, как топово, ребята! Мы едем! Такой топ, чуваки! Блин, ребят, я надеюсь, мы реально постараемся снять так этот ролик, чтобы вы почувствовали, как будто вы с нами едете. Ложимся спать, зайки, завтра ждет длинный день. Первая большая остановка просто выглядит гопард ребята так начался первый день это было в моей карте желание во-первых есть вещи про которые все слышали но я ни одного человека лично не знаю кто это делал проехать в поезде москва владивосток это то что нужно опробовать жизни то же самое как погрузится с аквалангом я тоже самое как прыгнуть с парашюта это надо сделать вообще какова вероятность стоящийся выхожу а там снегурка максимальная вероятность и я сейчас вернусь дата снегурка 100 процентов очень радостно чувак острома это вообще родина снегурочки да красивая какая приветики а то что апреля ничего страшного ничего страшного такая красивая а почему такая красивая в 636 вас встречаем показать вам кострому кострому у нас всего 50 минус но мы успеем я уверен у меня вопрос а почему родина снегурочка и дед мороз это два разных места нет а почему дед мороз сюда берется потому что здесь на костромской земле меня поселил великий драматург александр николаевич астровский мой сын это видео кин включился все происходит дело в том из-за того что мы выкладываем очень много всего в социальные сети снегурочка спалила наш поезд и решил вас встретить 3 4 и говорим снежинки 3 4 чтобы ваше путешествие было еще приятнее мы хотим подарить вам частичку костромы наш фирменный костромской сыр спасибо большое спасибо вам будь умничкой пожалуйста ребят подпишись пожалуйста но по-другому никак не занимайтесь на человек очень крутой и обязательно приезжайте к нам в гости делаем обзор на туалет в плацкарте москва лавиатсток ребят я уверен что в этом душе если ты помоешься сразу грибок и всекорные заболевания твои я не буду в нем мыться максимум если мы закроем дверь то надпись туалет станет красным проверку да интересный факт в туалете плацкарта могут поместиться три взрослых мужика не спрашивайте зачем давай 4 попробуем диван давай заваривайся увеличиваем ставку увеличиваем ставку Настюрик давай Настюху позовем давай Настюху позовем и Голден Нига ребят подтягивались мы проверяем туалет на вместительность мы очень теряло знать тут еще танцпол можно устроить просто нормально шесть человек шесть человек врезают в туалете в плацкарте я думаю врезают больше это первый день только у нас еще шесть таких как ты согласился на москва делать столько? чувак я на все соглашаюсь по-моему что ты мне предлагаешь только я хоть на что-то не согласился вообще ну вот поэтому наверное ну вообще в целом очень крутой экспириенс ну как бы это поезд который идет шесть с лишним дней девять тысяч километров я вообще в целом очень люблю путешествовать ну типа я очень люблю это делать тем более таким необычным способом ребят надеюсь не прощаемся а говорим пока чуваки я предлагаю только честно окей у кого самый крутой хапчик голосование будем окей скумбрия мандаришечки если будет тяжело это мой рацион сейчас будет как бы то ради чего вообще вам легко ой на ух или как вонять начинает как брод брат курица целиковая целая курица брата что это такое вообще как бутер брат что гонишь? чувак возможно это разорвет твой рейтинг так это мясо мама делает сама это в обсыпки в сперсы где делается за 40 дней так у меня два кулича ребят здесь коронное мамино блюдо Здесь пюля-кебаб, сумах, красный перец, все это заворачивается в лавашах, поэтому вечеринка. Из мяса я фанат, больше всего я люблю язык, это язык. Итак, значит, начиная сразу с топовой позиции, готовы? Это орешки с кучок. Первый человек, кто сладко жал, да. Конечно. Есть вот такая курочка, значит, жареная. Смотри, какая аккуратненькая. Сыр для бутеров, хлебцы, яблочки, тунец, паштет, шоколад. Да что происходит, милат. В наше время на такие расстояния ездить поездом, это ненормально. Я вам настоятельно рекомендую не повторять этого. Ребята, 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 Дима, Дима, оператор достает. Это колбаска. Я так понял, каждый, да, вкинул в воду? Я не, я не, я не, у меня сало есть, да. Я не люблю сало. Еще я взял два дошика, но один где-то потерялся. Честно, понятия не имею. Да, конечно. А, нет, вот, вот, нашелся, нашелся. Вот еще один дошик. Ох ты, ох ты. Взяла кайфа с собой. Так-то было не было. Просто взяла с собой кайфа. Добила вашу историю с отсутствием хлеба. Взяла всем дошираком. Кайфа молодец, все тело сло. Я понимаю, ручку я работаю. Да, хлеб бездрожжевой сама тоже сделала. Светла всю ночь. Что-то хорошо упаковывается, да. Обязательно. Не, либо Габар, либо Диман. А, нет, у Никиты тоже. Семки оставляю на столе. А, что я-то? Давайте тогда ничьюшечку. Да, пускай подписчик решает. Да, напишите в комментариях, у кого круче еда. Ну, правда, интересно. Итак, почему это такое приключение? Потому что мне кажется, что любой человек, где-то в глубине, на подсознание своем, мечтает проехать этот маршрут. Москва, Владивосток. Много людей о нем знают, но никто никогда, ну, не то, что ролики не снимал. Мне кажется, это вообще рискованный маршрут, потому что ты 6 дней находишься только в поезде. То есть это нереальный экспириенс, это сытно. Это то, что мне кажется, должен испытать человек. Сесть в поезд, вот это закрытое пространство и отправиться в путь по самой длинной железной дороге в мире 9288 километров. Народ, мы уже едем. Москва, Владивосток, все вот в плацкарте. И мы сегодня в 18-12 проезжаем город Киров. Дорогие подписчики, принесите нам 6 донаров, пожалуйста. Мы оплатим у нас второй поезд, 12-й вагон. Будем вас ждать. 6 донаров богатырей с двойным сыром. Пожалуйста. Это, ребят, известная сеть бутербродных, но в Москве, вернее, ничего не знают. Попроверим, сколько придет, когда вот так вот описываешь. Мы подъезжаем к Кирову и никого, ребят. Просто пустой город. Итак, до 5 раундов, до 5 раундов играем на косарь в дурака, правильно? До 5 раундов. Побеждаешь, забираешь косарь. Первый очко грязное у меня. А то есть, короче, все с нами поиграли? Ну, я не знаю, как тут. А как это делается? Все, что было до этого, забываем, что я выиграл. Мы сейчас делали турнирную таблицу. 10 игр. Первый выбывший получает 5 очков, второй 4, третий 3, четвертый 2. И долг, стой с дураком 1 балл. У кого больше очков за 10 игр, тот и забирает 5 косарей. Братан, отбиваешься? О, полетели, ребята. Никита, надо отбиться, брат. Косарь, шанс, горит уже. Посмотри на этого коршуна с белой бородой. Опа! Я первый вышел. Я так и думаю, что сейчас такой. 5 очков, Александр Гамбаров. Так, Туз, давай, Туз, Туз. Никита, вычерк 4 балла. Туз. У меня одна карта. Одна карта? Любой бью. Да, ты стою. Пять очков. Там без разницы. Пять очков. Это случайно, это случайно было? Здравствуйте, начальник поезда Довженко Орга Руслановна. В данной должности я уже практически два года. Согласилась стать начальником поезда и взять на себя ответственность, потому что это очень интересная профессия. Мне нравится заниматься этой работой. У нас получается 23, у Лёши было третье место, стало 26. У Насти было 30, стало 31. Даже если я выиграю басный раунд, я у нее не затащу. Никита у нас заработал нахера-то непонятно взять очков. Хорошо, красиво он все сделал. И заработал 23, у него теперь 23. Ты так как был последний, так у меня 27. И у тебя 27. То есть в теории у меня тоже есть шанс, если я пятерку сдастся. Да, она один. Но она должна. А у нас будет равное тогда столько количества баллов. Если ты пятерку за один балл, то тебе будет. Будет битва. Икодзон. Козырь крести. Козырь крести. Козырь крести. Ребята, все жестко. Я хожу под Настюрика. Она волнуется. Господи, попал. Волнение, но трескало. Попал, девчонка. Туз, 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 туз. Никит, можешь? Давай, давай. Хорошо. Опа, опа. Ребята, ребят, сейчас кульминация. Возможно, даже развязка. Потому что Никита. Кто, голденник отбивается? Кто отбивает? Нет, Габар. Габар отбивается. На даму. А он точно побился, вы уверены? Потому что он быстро собрал. У меня там все козырь были. Ты все взял газы? Да. Я вышел. Пять баллов. Пять очков. И вот оно. Нет, только не тупи, пожалуйста. Я не туплю. А что козырь крестит? Нам нужно. А если Настя берет два очка, она побеждает. Я могу сейчас отбить две карты. Так. Но если я их отобью, то голденник выйдет. И я как-то из-за того, что... Голденник не так и так выйдет. Даже если ты возьмешь, он пойдет. Вот, об этом и речь. Поэтому я беру. А ты можешь... И у меня снова не было козырей на руке. Что? Семь из десяти. Пожалуйста, пожалуйста, ребята. Битва, битва. Подожди. Нет, мне есть что-то. Закинуть. И что? Без грязи, без грязи. А, там козырной. А нет. И Настя подосадку устроила. Ребята... Я делал все, что мог. Самое сложное, это не прыгаться со своими друзьями. Потому что мы реально устаем. Очень сложно ехать семь дней. Настя победитель. Настя. Настя, чемпион. Вы, Алла, чемпион. Нет, ребят, уговор дороже денег. Бабки. Бабки. Кого это ехать с пятью музыками в флотскарте? Я еще не успела ничего понять. Но вы постоянно суетите, что жопу втретесь. Места мало. Нет, я в шоке на самом деле, что реально чисто. То есть мы в Ширья, да, Ширяевин? Ширья. Это можете загуглить прямо сейчас. Смотри, реально. Мы просто вышли в таких топчетах. Охренеть. Аутентичные скамеечки. Как будто свеже окрашено. А это не свеже окрашено? Это покрашено. Привет, ты счастливый. Попробуйте, говорит. Лизни. Я говорю, как будто свеже окрашено. Да, кого там свеже окрашено? Попробуйте, пацаны. Ну, как бы вот. Вот Киров. И потом вниз перим пойдем ехать. Ёлки-палки. А мы едем таким кругом. Нет, не кругом, брат. Не по прямой. Ну, не по прямой, но и не кругом. Потому что у нас земля круглая. Земля круглая. Я, кстати, не уверен. Я до сих пор думал, что... Земля плоская? Три кита. Черепаха. Реально. Сложно вообще ездить в Москву в Торосе? Нет. Ну, я могу сказать только за себя. То есть, ну, это мой любимый маршрут. Мне здесь легко. То есть, допустим, есть чем сравнить. То есть, если я ездила там, допустим, на направление, там, Владивосток-Хабарес, то у нас несколько нужно было, чтобы это ездить рейс, нам нужно было несколько раз вернуться туда и обратно. То есть, мы едем в Хабарес, едем, возвращаемся в Владивосток. То есть, ну, и вот это вот... Постоянно туда и обратно. Сейчас одна из самых главных задач у нас. Сделаем обзор на купе. Нет, даже не так с рукой, как это произошло. А как? Ребят, мы так задолбали всех. Мы сейчас пойдем, Ирин, делать обзор на купе. Да, мы задолбали именно Ирину. Ирину по-ка-моему. Мы задолбали все, что угодно, и нам сказали, ребята... Идите сходить обзор. Мы вам даем бесплатно купе. Мы купе, у нас все куплено. Вы так себя... На пятом вагоне. Вы так себя прилично ведете, поэтому, может быть, вас как-то нужно изолировать. И мы подумали, а почему бы и нет. Мы хотим посравнить, да, чем отличается. Идем подчекаем. Это что, планшет? Чего? Охренеть, экран, ребята. Итак, друзья, по карточке, да, у нас открывается? Да. Ничего себе, парни. Ну-ка, почувствуйте. Можешь, мне нравится. Офигеть. Мне нравится, что здесь очень широкий, во-первых, отмот. Сейф! Подожди, сейф! Да ну! Слушай, ну как уютно. Мы, конечно, могли взять купе, но плацкарта – это душа. Понимаешь, здесь все знакомятся, люди, бездет, друг другом общаются. Мы уже абсолютно всех знаем. Мы знаем, кто приходит, кто уходит. Мы тут как бы как уже стражилы такие, прям лютые, поэтому чувствую себя прям в кайфе. Типа зачем просто брать и выкидывать 6 дней своей жизни? Мне нравится, что у всех карт есть. Это наша Ольга, начальник поезда. Красиво это такая? Смотри, и у каждого, получается, есть карта, которую можешь открыть эту дверь, да? Которую она входит? Ну, чтобы за тебя покупать. Ну, нифига себе, логично. Я такой переставец. Я бы вот так ехал бы с какой-то угодно вообще. Да, вот так скайф. А я скажу что-то, то, что никто из вас не знает про Эджеле. То, что ты можешь взять и купить себе вип-вагон и подсоединить к абсолютно любому поезду. Да, Киркурова такой есть. Ну, ты об аренду можешь взять. Сколько стоит он? 700 тысяч, по-моему, минимально. Там есть разные комплектации. Например, 4 купешки, в котором по 2, и конференц-зал, и есть разные, короче... Ребят, почему мы едем не в нем? Друзья, друзья, 500 тысяч лайков, и мы арендовываем целый вагон вот этим составом и едем в Сочи. Уверен, что нет ни одного ролика, вот еще из известных ютуберов, кто снимал эту футболу. Друзья, еще раз, 500 тысяч лайков, просто поставьте лайк, и вы увидите этот вагон. Это давно было? У меня не было ни разу 500 тысяч лайков. Да ладно. То есть вы понимаете шансы? Братан, я никогда не тратил на вагон 700 тысяч рублей. Согласен со словом, что плацкарта – это сердце состава. Это вообще все, мне кажется, это тут течет жизнь, это вены, по которым течет кровь из людей, вот я бы так это назвал, наверное. Тестим место в купе, которое продается с 50% скидкой. Никитоз, по-моему, у тебя ноги будут торчать, нет? Нормально. Хорош. Слышь, я во весь рост могу тут лечь почти. Нет, даже здесь лучше, чем в плацкарте. Серьезно? Да. Все. Подожди, а она не сама открывается или хорошо? А если бы он на ту еще? Подожди, она не электронно открывается? Да. А, то есть она не электронная. Слушай, просто экстренный выход – это что? Если что-то случилось, пожар, не знаю, что-то случилось, и надо экстренно выйти. Да нет, это то же самое, что карточка, просто работает только изнутри, и все. Да, просто если карточка сломалась. Ну и мне кажется, у проводника загорается тревожная кнопка. Я могу нажать? Не надо. У вас так круто, вы такая красивая на карточке. Тут просто у вас везде космический… Я нажал кнопку. Он нажал кнопку, только единственное. Вы такая там красивая на… А, вы чего это кнопка не подскажете? А, так так, музыканит карточек нажать? Я нажал? Да. А не высвечивается у проводника тревожная кнопка, нет? Короче, мы считаем, что купе у вас просто развелся. Это очень круто. Так, окей, что, погнали в нашу плацкарту. Здесь, во-первых, все сделано для обеспечения безопасности пассажиров. Для безопасности движения. Опять же таки, номера видеонаблюдения везде, что позволяет контролировать ситуацию во всех телефонах сразу. То есть пульт управления находится в штабном вагоне. И всегда все под комфортом. Все это время мы вот едем, покушали, поиграли. Все это время мы едем куда-то в поезде. Мы как будто замедлились, да, в реальности. Как будто мы оторваны от всего мира. Мы просто находимся в какой-то капсуле, которая перемещается во времени. А мы еще двигаемся. У нас тут своя жизнь, а мы просто перемещаемся в пространстве все это время. Мне кажется, на шестой день мы начнем просто терять связь с реальностью. То есть мы будем смотреть реально в окно, как будто в иллюминаторы видеть со стороны. Типа как пришельцы какие-то. Пока только одна игра, здесь, наверное, дурак. И, ребят, мы вторую, второй кон начали. И мы играем на 100 грамм самогона. Кто проигрывает 100 грамм самогона, который принесет тесть Габара в Кирове. Одну карту. А, забрала! Ах, ты же ни хрена себе. Настя получает пятерку. Ребята, все, как всегда, пока. Не серочай, брат, но, во-первых, все. А, Никитов. Четыре очка запишем мне. Мы подъезжаем к Кирову. Ну что, какие ставки, сколько подписчиков? Ну, слушай, я думаю, что я буду пить самогон. Не, ну сколько подписчиков придет? Не, кажется, что. Соточка человек? Не, мне даже не будет так много. Мне кажется, не множество. Я думаю, что будет 20. Вот мы, допустим, стрилили, да, перевозим двух вагонок, более тысячи людей туда и обратно. Реально, то есть 7-7 лет, 6 дней туда, в Москва-Водвосток и обратно с нам. 15 дней. Да, то есть мы перевозим очень большое количество людей. Вот, кстати, тут сколько интересных людей, ну, то есть просто едет и что-то. У каждого свои какие-то, да, то есть, ну, наблюдаешь за многим. Очень интересно. Ну, я люблю людей, по крайней мере, я могу сказать за себя, да, точно. А, Греть, часто вас тут знакомятся, пока едут люди? Конечно. Ну, типа там мужчина с девушкой познакомились. Да, запросто. Да. Конечно. Погнали, подписчики есть. Смотри, они реально есть. Офигеть! Офигеть! Мой тесь, моя тёща, я в Кирове бываю периодически, поэтому добро пожаловать в видос. Лёх, мы будем в Перми останавливаться? Да. Да. Увидимся там. Ну, догоняй. В принципе, неплохая идея, может быть мне как-нибудь выйти и попробовать догнать поезд? Это реально яхитос. Ребят, я вам скажу, чем отличаются мои подписчики от ваших, видите? Ну. Аккуратно ко мне подходит подписчик и говорит, Габар, это местная наша. Так, а ещё, ребят, это 3 литра минералки. Ребята, это донат, это что такое? Это шаурма, только она вбутка была. Они все одинаковые? Я бы поставил, наверное, 8 из 10 километров. Да точно. Булки они сами пекут. Я думаю, они просто в итоге прошли какую-то унификацию и сделали какому-то проще печь. А раньше, типа, они говорят, булка была, прям разрыв. Да, да. Команда у нас и без того была кайфовая. Но когда появился Габар, она заиграла новыми красками сочинского креатива. И так, последний раунд. Оглашай, оглашай, оглашай. На первом месте, на первом месте, 35 очков. 35 очков, я на первом месте. На втором месте все остальные, 24 у всех. Да ладно. И сейчас прикиньте, Леха просрежет. Перед последним раундом у всех равное количество. В целом, можно было один раунд без Лехи сыграть просто. А Настя, то это самое. Ой-ой-ой. Я вижу, Настя прилицет и начинает это самое. Немножко на панику садимся. Ну, шанс. Подожди, подожди. Шанс. Вали, вали, вали. Шанс. Харууу. Там еще что-то долетает. Нет, 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 нет. Все, все, все. Ребята, возможно, был осиновый кол в грудь, Настя. Кто проигрывает, выливает 100 граммового самогона, который принесет тесть Габара в Кирове. У нас все. Сейчас будет интересно. Все, Настя, все, 100 граммов. Все, 100 граммов, без разницы. Но у нас было всех равное. Все, все, все. Настя пьет 100 граммов. Вы поняли? Она забрала пятерик, но не только пятерик. Как ты их хотела. Вселенная. Я не знаю, нравится мне или не нравится быть одной девочкой среди пяти мужиков. Но это не какие-то незнакомые мужики. Это команда, в которой мы постоянно находимся. Поэтому я уже к вам привыкла. И мне норм. Для меня осознанно смотрят пять взрослых мужчин. Знают, что это пол. Нет, сколько лет? Нет, сколько лет? Давай. Ребята, ребята, пошла, пошла. Надо, надо, так, а последний. Да, последний. Это в глаз, в глаз, чтобы лучше. Ничего себе. В глаз моментально проходит. Фу, контент. Давай, добивай. Ой-ой-ой. Да, мужик. Да, мужика, Настюрик. У нее сейчас отрост просто больше, чем у нас всех. Да, просто. Не так высоко падает, да, если что. Люди бывают сложные, бывают с кем. Действительно просто, возможно, идешь с опросом пассажиров. На полчаса, на час остановился и не знаешь даже, как время пролетает. Просто интересно общаться с людьми. Работа с людьми всегда была сложная. Но, опять же-таки, повторюсь, мне нравится. Я предлагаю в легкую версию Игоря Габара сыграть. А легкая, это в чем будет? Братан, я знаю его, он опять начнет жестить. Ты дальше жестить? Нет, ну, полный стаган самогона, это жесть. Мы такое не делаем. А все остальное полегче можно делать. А как у тебя она играется? Выбираем, начинает. По часовой стрельке загадываешь. Только без жести? Жесть начинается там, где соглашаешься сделать, а не соглашаешься сделать. А, ты же ведущий, ты так всегда говоришь. Я просто же ведущий, да? Я первый загадываю. Да, да. Чего? Никита Лзо. Какая у нас ближайшая остановка есть, где прям нормально по времени? Болезина. Болезина. Сколько стоим, Настя? Сколько стоим? Сколько стоим еще раз? 28. Ты выбегаешь Болезина, и пытаешься найти подписчика, который на тебя подписан, сделаешь с ним фотку и бежишь назад. Болезина? Надеюсь, там есть хотя бы дорога. Да, братан, ты можешь записать кружочек. Там есть точно железная дорога. Ты смотри, это у Игоря Габара. И теперь мы ждем, пока он выполнит задание. Он прибегает. И дальше пошел круг. И дальше он мне загадывал. У меня два варианта. Либо мы найдем подписчика, либо нам набьют морду. И, кстати говоря, в этом городе мы уже начинаем прибавлять по часу. То есть мы уже в следующем часовом поясе, ребята. Плюс час. Таймер запускает 28 минут. Если я не вернусь, вызывайте минуту. Время 12 часов ночи. Мы в Болезино. Я понятия не имею. Даже где-то географические находятся. Мне надо каким-то образом найти подписчика. Где-то. Там какие-то пацаны спрятали. Два варианта. Либо мы найдем подписчика, либо нам набьют морду. Парни, здорово. А вы Ютьюб смотрите? Да. А вы случайно не знаете, кто я? Чисто случайно. Нет. Вообще нигде не видели? Нет. Без вариантов. Нет. Понял, ладно. Спасибо, удачи. Это была попытка. Какой Ютьюб-то? Ну, Никитос. Канал. Никитос. Никитос. Где мы? Пойдем в пивнух. Я не знаю. Здорово, парни. Вы случайно Ютьюб не смотрите? Только вы. Ну, случайно, может, меня знаете. Никитос такой канал. Какой из Гордеев. Дима, может быть, Гордея. Смотри. Я, типа, его друг. Спасибо всем, удачи. Я в отчаянии. Опа! Вот они, вот они. Можно? Нужно, нужно, нужно. На сегодня я не могу отчитать. Что, давайте, кто, кому, куда. Смотри, смотри, слышишь, подписан на туре. Опа, давай видос запишу, давай. Я знаю, мы сейчас дойдем до поезда. И у нас еще останется время, если еще раз кого-нибудь дойти. Если что, пойдем спросим, считается это или нет. Пытаешься найти подписчика, который на тебя подписан, сделает с ним фотку и бежишь назад? Только не говори, что ты это сделал. Братан, у меня еще 20 минут в запасе-то рассталось. Ты боже. Я на полную уверенность. Даже я перевыполнил, я считаю, с тремя сфоткался. Реально? Ты подбегаешь и говоришь, это что? Да, смотри, вот раз, подписан. Подписан на канал. Да. Парни красавчики. И второй подписан тоже. Как бы есть момент, что они вроде как изначально не знали, кто я. Но я такой подошел, говорю, вы YouTube смотрите? Он такие, да. Я говорю, вы меня случайно не знаете? Он такие, мммм. Я такой, ну ладно, все, пока. Убегаем в пивнухе, и они за нами бегут. Можно сфоткаться? Ты красавчик. Слушай, вообще неожиданно. Респектусы. Я смог это сделать. Красиво. Я считаю, Никита красавчик просто. На изи справился, мы двигаемся дальше. И теперь Никитос Габару дает задание. Итак, твое здание было интересным, не очень жестким. Поэтому я считаю, надо хотя бы чуть-чуть пожестить. Ходят слухи, что в душах плацкарта мыться не особо кайфом, не особо гигиеничным. Ну, мы с утра дачи-то думаем. Вот. Поэтому твоя задача будет помыться в душе. Но поскольку это не гигиеничное, мы тебя пожалеем, ты должен сделать это полностью в одежде. Хорошее здание. Единственное, что они все ребята с чемоданчиками на колесиках. У меня рюкзак, у меня футболок, все. Ну, то есть еще полторы остались. А ты, то есть голый останешься? Нет, ну, просто возьми. Братик, на изи, я могу подержать тебе полотенце. На изи. Жена, брат, была. Спасибо. Ой, 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 ой. Реклама из Тима. Очень хорошая. А можно воды добавить, пожалуйста? Это нет воды. Капар, пошел. О-о-о-о. Мой родной, грязюка. Это стиль, ребята. Попал подмышки нашли, обязательно. Ребят, я не сделал это здание. Вот сейчас я понимаю количество вещей, которые у меня с собой. Для меня жесткое здание, потому что, а дальше как? Поэтому я буду сейчас повышать градус напряженности. Вельм. Кунгур. Кто-нибудь слышал, ребят, про кунгур? Стоим 2 минуты в 7 утра. Ребята, кунгур это то, что надо. Кто-нибудь слышал про кунгур? Кого? Это родина кенгуру? Кунгур? Кунгур. Не слышали мы про кунгуру. В 7 утра. Ословка 2 минуты. Надо выйти. Так. Оставить себе одну тысячу рублей в кошелье. И поехать. Автостопол. Посмотрим. Ездил автостопол? Во-первых, мы едем во Владивосток. Братан, ты нас, во-первых, отправил на проезде сюда. Предложил, и мы поехали. А теперь ты говоришь назад. Планы меняются. А мы вообще на банке играли, а что? Я говорю, я что делаю. Блядь. Хороший вопрос. Вовремя. А самое главное, что я когда мылся, я понимал, что происходит. Мы не сказали, на что мы играем. А теперь сейчас получится так, что я придумал игроговара. Я такой, а ты что? Братан, я не поеду из Кунгура. Я хочу, чтобы подписчики вели в Владивосток весь путь. Братан, нет, я даю тебе это задание. Саша. Мы переворачиваем игру. В 7 утра я уже чувствую, как вот так меня будет проводиться. и говорит, Кунгур. Саша, Кунгур сейчас через 10 минут. Никит, это Кунгур, Москва. Я придурок, ты просто. Я не знаю, что у тебя с головой. Время 5.17, мы приехали в Пермь. Я выложил сториз. И максимально интересно, хоть один подписчик придет. А Гамар спит? На него понадеется очень. Приветствую. Вы реально живете? Да. Реально. У меня днем рождения сегодня. Днем рождения. Днем рождения. Реально. Вот это бешеные люди, вы серьезно? Можно? 5.17 утра. Вытяг, слушайте, Пермь красивый город, реально. Мы сейчас подъезжали, офигеть. Ост мосты, там какие-то длинные через реку. Да, есть такая. Красивенькая. Очень круто. Дмитрий Розов. Дмитрий. Это не Дмитрий. А что вы тогда так сказали? Помахали. Гонгур. Александр? Александр. Гонгур через 10 минут. Встаем. Гонгур через 10 минут. Все, кончилось. Сладкие суровые будни начались. Гонгурские. Никита. Спецназ. Морские котики. Встали, показали. Ну просто мысли виды выбрасываемся из поезда. Просто мишки с гречкой. Руки в жопу подъехали. Сами нахуй ты снимай. Если выйти вот так посмотреть сейчас налево, направо. Я посмотрю. Ну прям можно передумать реально. Это не очень, да? Это такой, ну не очень большой город. То есть ехать отсюда автостопом нежелательно лучше, да? Нежелательно. Сказали, что отсюда лучше автостопом не ехать. Отсюда лучше вообще не ехать. А ты куртку взял? Все нормально у тебя? Все взял. У тебя все с собой? Не, не знаю. А вы посмотрите. Это жесть. Глад, удачи. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Подумай, точно не хочешь с нами на Тихий океан? Ты сам выбрал причем. Ты сам выбрал эту остановку. Я сам выбираю в свой путь. Брат, пока. Брат, пока. Это что, не игра по сценарию? Это не момент, который можно отложить. Пока, Голубар. Счастливо вам. Все, мы дальше едем без Габара. Это было в моей карте желания. Это было в моей карте желания. Все это ребята с Колгура, а ребят, бей в себя, потому что жизнь, она так быстротечна. Я в Кунгуле. Я в Кунгуле. Я в Кунгуле, ребят. Это стреляет. Что это за зрук? Стреляет. Чтобы вы понимали, желтая шапка и зеленый шар – это как бы это без аспект. Это сразу отъедет на что-то не местное. Поэтому чувствую себя на своем месте. Приехали в пещерах какие-то. Я буду вас целую. Я понимаю. Нет, это занято. Все, а не занято 10. Все, у нас вышел Габар в 7 утра, вы не спали, вы убудили. В 5 утра в Перми вы не спали. Скажите, когда вы спите? Нет, мы отдыхаем, нам вполне хватает наше время. Мы работаем 12 через 12. То есть 12 часов мы работаем, 12 часов мы отдыхаем, нам этого времени вполне достаточно. А вас заменяют как-то? Ну, конечно. Ну, в смысле и у нас два проводника, да? Лилия и Лилия? Да, да. То есть когда один проводник отдыхает, один проводник на работу, то есть 12 часов мы проводник сихаем, а Лилия ночью. 1798 километров плюс 2 часа мы доехали на столице Урала. Ну, есть такая степень усталости, но реально же есть, да? Я думаю, потихонечку хлебала перестает влезать в кадр уже, мне кажется. Реально. Такое ощущение очень тяжело, ребят. Я думаю, он где-то ушел, но типа нереально. О, 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 тихо, 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 замерли. Настя, замерли, Настя, замерли. Я бы отставлена то, что они оба спят. Я не знаю, это какая-то временная петля, где вообще непонятно сколько, чего, куда, как. Все вот так вот меняется. Сегодня сидел один, сосед завтра другой. Ты такой, окей, ладно, как тебя зовут? Остановки у нас стали крайне редки. Мы только что проехали Екатеринбург, у нас теперь через сколько часов в Томск? Томск? Тюмень. Тюмень. Тюмень через сколько? Почти. Часов 5-6. 5-6 часов до Тюмени. Без остановок. Без остановок. То есть раньше у нас реально были остановки каждые полчаса, каждый час, каждые два часа. Теперь у нас просто по полдня нет вообще людей новых. То есть мы едем и... 145 рублей всего завтрак, слышите, цены божеские вообще. Нет, 380. 380, 320, цены просто топ. Ольга, цена у вас топ просто. Ну вот я ездила от КТА, в Перми, у них дороже, я тоже сравнил. А вот Владивосток, Москва? Я первый раз здесь. Вы первый раз здесь? Ну это в рейсе. Ольга, а вы откуда сама? В Перми. Я сейчас недавно приеду ночью в свой город родной. Владивосток в Сенуи. Владивосток в Сенуи. Очень, очень. Прям шикарный, обалденно. Ни хрена по-царски. Ребята. Ребята, Кабар, соник. Кабар, брат, ты жив? Ты жив? Как дела? Где? На трассе. На трассе? Красавцы, парни. Как думаете, за сколько до Москвы доедете? Я думаю, 20 лет. Ну круто же, брат, кайфом. Мы что тебе говорили, друзья, когда ты рассказал, что я уезжаю, а вот с ребятами ехать на Москву? Что я конченый. И что мы все конченые. Потому что это неадекватно. Ну я на самом деле сам так считаю. Потому что это... Типа зачем просто брать и выкидывать 6 дней своей жизни? Но я считаю, это будет стоить того. Мы реально как будто на вершину идем. Короче, сейчас особенную технологию раскроем. Мы сейчас купим киреешек и добавим их сюда. Только что мы вот спорили, что круче Дошик или Роллтон. Это Алина. Это Алина. Она едет по настроенному теннису, да? Ты играть едешь? Что круче Дошик или Роллтон? Дошик. Дошик? Виталина, сколько тебе лет? 11. 11. Подписчик наш? Дошик. Слышали, Дошик. Мы молодцы. Дошик. Робот. Дошик. Это будет вечно. Ребята, говяжий в поезде. В плацкарте. Москва, Ладон, Сок, Москва. Идеально. Напишите, как вы считаете, в плацкарте, в поезде самый антуражный Дошик или Роллтон? Да, кстати, напишите. Сейчас битва начнется. И еще не забываем про полмиллиона лайков. Мы хотим снять самый крутой вагон в мире. Уверен, что нет ни одного ролика из известных ютуберов, кто снимал. Да. Туалетки нет, Настя. Туалетка закончилась. Это не я. Понятно, что это не ты. Но дело в том, что скоро может быть и ты. Я придумал, ребят. Мы сейчас в Тюмень подъезжаем. На камень, ножницы сейчас кидаемся. Диман, ты с нами. Кто проигрывает, тот выбегает. И будет сколько? 25 минут? 17. 21 минута. 21 минута, чтобы купить туалетку и еще влажные салфики. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, это точно не мы. Ну, ты можешь расслабиться, братан. Потому что я точно... Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я впервые запомнить этот момент. Боже, спасибо. Я выиграл. Камень, ножницы, бумага. Так я бегу за туалеткой, да? В этом месте время останавливается. Ты перестаешь контролировать, какой сегодня день недели. Я даже не знаю, какой сегодня день недели. Даже число, если честно, так примерно... 19-е, братан. 19-е. Я уже запутался, сколько мы дней вообще едем. То есть точного предположения, ну, примерно 3-4, да. Ирина, куда за туалетку можно сдавать? Чем? Вам нужна туалетка. И влажные салфетки. Туда или туда? Налево или направо? Да, туда. Все, полетели. Полетели. Вы не скажете, туалетная бумага у вас есть? Кучилась бумага. Кучилась бумага? Не, давай, если мы там судьбы, до того добежим. У тебя туалетную бумагу и салфетку влажную? Две. А у вас есть какой-нибудь сувенир из Тюмени? Вот, как будто из Тюмени я. Красота, Тюмень. Это разыграем среди подписчиков в телеграм-канале. Все, взяли, взяли. Реально? Да, чтобы в поезде не просто вовремя. О-о-о-о, спасибо, спасибо. Позвольте, возьми, пожалуйста. Клубника, клубника, ребята, клубника, клубника, ребята. О, ребята, вот это подгоны пошли. Ну, ребят, вы лучшие, спасибо вам большое. Мы побежали ехать дальше. Давай, давай. Дальше вам дальше. Это дикий восторг. Нас начали уже подкармливать. Иван-чай. Иван-чай. Томский сувенир. В моем телеграм-канале разыграем. Ребят, короче, я знаете, что я решил? Когда вот такие масштабные, большие выпуски, просто сейчас 20 тысяч рублей в моем телеграм-канале разыгрываем. Просто прыгай по ссылочке. Можешь на изи из-за того, что ты нажимаешь участвовать в моем конкурсе, выиграть 20 тысяч рублей. Победителей будет целых три. Поэтому обязательно прыгай по ссылочке в описании. У нас сейчас будет батл Элиас. Так, кто с кем играет, ребят? Да мы с тобой играли. Окей. Вы же понимаете... Что, что, Дима плохо играет или что? Что-то так. Давай я с Димой хочешь сыграю? Я дерну вас с Никитой. Хочешь? Ну, играем на бабки. На пятерик. Я не хочу играть с Никитой, потому что Никита меня... Причем я... ...заключалось только в том, что я сказал, что... Имя Настя. Имя Настя не нужно. И то, что когда Дима сел на ее ногу, он подумал, что ты змея. И я сказал, что это возможно так и есть. Просто со мной в команде играть, это просто... Он не сказал так, что это ты сказала. Ты так сейчас притянул в зал, что будем играть с Настей вообще. Вы с нами в лайфе. Вот если вам мало... Ну, жалко времени потратить. Жалко времени... Это нормально. Жалко времени потратить 6 дней, то мы это потратили за вас. И вы увидите, каково это увидеть всю Россию. Но на самом деле, берите плацкарт. Реально плацкарт, даже если есть деньги на купе, и езжайте плацкарт. Потому что здесь такие люди кайфовые. Мы реально повернемся другими людьми. Мы с Димариком играем. Белый это Никитосик с Настюриком. Это ребята. Это просто ребята. Все, Дим, ты первый. Отгадывай то, что я сейчас загадываю. Окей. Давай, раз, два, три. А чувства, когда в танце, например, три буквы? Ритма. Банки у тебя есть что? Варени. Банки. Деньги хранятся. Ты снимал это, братан? Корабль, когда плывет, и на одну сторону... Качает стиль. Нет. Крен, крен, крен. Нет. Закренился. Глагол. Закрениться. Что сделать? Закренить. Что сделать? Закрениться. Подумай. Грен, закрениться. Вот это слово, только глагол с другой приставкой. Преклониться. Нет. Доклониться. Ну, корабль плывет, и на одну сторону что делает? Накрениться. Да. Я не сказал накрениться. Нет. Нет. Я сказала, прикринется, покринется, покрестится Поезд это романтика вообще такая? Точно да Причем поезд плацкартный, это больше романтика, чем купе В купе ты закрылся, все, ты не видишь ничего А здесь жизнь идет, понимаешь? Здесь вот прям то, что надо Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Вам надо что победить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, четырнадцать Ее шанс Как думаете, шестнадцать слов? Реально отгадать пацаны и девчонки? Нет Нет? Нет Есть шанс Есть шанс? Есть шанс Насюха в тебя верит Русское дерево такое, белое Четырнадцать осталось Мероприятие обычное, что делают? Проводят Организуют Тринадцать осталось Если ты приближаешься к чему-то, как это называется? Финиш Нет, типа ты далеко, когда ты приближаешься Человек что делает, когда вот так? Отходит Габар вчера, когда уснул, издавал звук В коньках, на льду, в среде спорта Фигурное катание Есть вилка, а есть Ложка Великий и Здравствуйте 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 Это был стоп Ну еще одно, один балл закинули Морской Конек Ты, Настя, уже давно все, говорю, я уже себе балл Еще одно слово, стоп Нет, был стоп уже Так, давай, сколько, Настя? Давай Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять И чем мы проиграли И оправдание, я могу сказать, что я Собаку Динго пытался угадать, да? Я сделал все, что мог Третья ночь Мы очень устали Сложно Вы радуете нас, подписчики, что встречают нас на остановках Хочу сказать вам огромное спасибо Мы ложимся спать, увидимся с вами завтра Завтра будет уже Новосибирск, Красноярск Уже прям лютая Сибирь Мы уже пройдем экватор Уже плюс три часа Первый раз в моей жизни вообще из-за этого ролика Мы уже проехали больше, чем три часовых пояса Все будет семь Нас на самом деле очень сильно убивает разница во времени Что мы вчера ложились, еще было минус три Сейчас же минус четыре То есть в Москве сейчас 5.13 У нас 9.13 То есть уже минус четыре часа Из-за этого, когда ты ложишься спать Ты всегда уже спишь на один раз На один раз На один час меньше И я решил, что хватит Нужно чекнуть душ Здесь может произойти все, что угодно У нас уже пейзаж поменялся раз пять Часовые пояса семь раз меняются На час вперед еще накидывается Мы не высыпаемся Но удовольствие-то какое Мы потом приедем и скажем Мы смогли пройти самую длинную железную дорогу в мире Транссибирского магистрали Москва-Владивосток Господи, какой вкусный воздух, свободы Народ, это просто топ Четыре дня не мылся И сейчас мы мылся Можете писать в комментариях, что мы самые чистые люди Скоро в Новосиб Скоро в Новосиб, ребятушки Через час Столица Сибири В принципе, неплохая идея Может быть, мне как-нибудь выйти и попробовать догнать поезд? Короче, есть спор Нет, да какой спор, но нормально едем Габар вышел уже, братан Спорим, я смогу сейчас в ближайшей остановке выйти из поезда? Какая ближайшая остановка? У нас на Васибирске На Васибирске? Нахожу подписчика с тачкой И на тачке обгоняю вас до следующего большого населенного пункта Что там дальше? Что там дальше? Дальше Мариинск Шесть часов, братан, у тебя всего один час в запасе Ты будешь проезжать очень крупные города Если я успеваю, то ты у себя в инстаграме постишь мою фотку с подписью Лучший автоблогер по моему личному рейтингу Давай, давай только в обнимку, пожалуйста Я пощу фотку, лучший автоблогер по личному рейтингу Если я не успеваю, то я у себя в инстаграме пощу, что я худший автоблогер Почта, хорош И плюс самолет, естественно Плюс самолет И там в Владивостоке, потому что мы должны еще снять рули Владивостокский Это гуд Погнать вас, Тамарина, как думаешь? Какая невозможная Смотри, момент, может откажешься? Ладно Ты заряжен Я не понимаю, как он сейчас найдет человека, который довезет его до Марина Это сколько? 600 километров? Да Все очень просто Ты должен обогнать поезд Я понял Спасибо, что сказал, а то я не знал Братан, удачи Все Ребят, надеюсь, не прощаемся, а говорим пока Пока-пока Куда нахрен идти? Братан, пока Ребят, куда идти на выход? Куда? Моя брат, ну легка, здорово, как дела? Нормально Нормалек? Все, полетел на соревнования? Да Все, давай, мужик, третье место, он теперь должен быть первое, давай Все, ребят, давайте Ребят, не дрейфить, ОК, чемпионат России, давайте Всем не дрейфить, это моя команда, ребят, это моя команда У нас вопрос, у нас вопрос, у нас Никитос, короче, поехал в Натальщике обгонять нас до Марина, как думаете, успеем? На чем поехали? До Марина, но он подписчика сейчас хочет найти и обогнать наш поезд и быстрее, чем вы, чем вы обогнать вас до Марина, как думаете, получится? Да невозможно это, у нас же скорый, скорый раз сева, нет, я не знаю, я не знаю, не знаю, я знаю, я знаю, не знаю, Так, Никитос Вин Дизельвич. С боком. Слушай, у меня опыт просто величайший. Ну я видел, видел. Братик, ты как дела? Нашел выход? Брат, я в машине уже еду, все нормально. В какой нахрен машине? Ни сани, чёрный монстр здесь. Да-да, я тебе могу так сказать, у меня час фора есть. Поэтому если совсем все плохо и будет, что вполне не исключено, конечно, нет, но я уверен, что я победила на 99%. Готовься там в водку убирать. Ладно, ладно, окей. Слушай, у нас ничего так едет еще на самом деле? 67, все. 80, чувак, там надо лететь сейчас просто. Только это... Да, я помню, что лево руль. БМВ не вселяй в нее, пожалуйста. Да-да-да. Есть такой момент, что мы еще одного человека потеряли, а нас было 6, а стало 3. Мы выезжаем тихонечку из Новосиба на поре. Напомним вам, что где-то примерно через 6.30 мы окажемся в Марина, и Никитос должен быть раньше там, чем мы. Ну что, Никитка наш, где он? Алло. Алло, братка, мы у Юрга. Уже к Кемерову подъезжаем. Ты как? Нет, 40 километров до Кемеров. Только что так проехал. Что-то мы плотненько, да, по-моему, идем? Что-то плотненько, братушка, идем. Мы тебя нагнали. Была права, Ирина. Ну мы это все самое, мы решили перекусить. Просто чуть-как остановиться. Я не дозвонил. Понятно, понятно. Ну, что сказать? У нас вот, Юр, ну, как бы тебе на пяточки наступаем, братан. Я думаю, мы потом еще ускоримся. Посмотрим, посмотрим. Мы тоже тут как-то не... Не лыком шиты, да? В Сибири что-то прохладно стало, поэтому немножко оделись потеплее. Так, ну и Габару позвоним. Где Габар, мы просто не понимаем. Что с ним происходит просто. Это реально становится страшно за человека. Реально страшно. Он не берет очень давно трубку. А последний его кружок был вот такой. С братаном произошел полный коллапс. Короче, мы поймали чуваков, точнее наших подписчиков. И мы едем. И мы летим, блядь, все это, ну, ну. И в итоге я открываю глаза. Полная, это ж на машину стоит, как нет машины. Открываю глаза в машине, никого нету. Я открываю, начинаю отвечать, Никита, Никита. Начинаю дальше орать. Я открываю глаза, никого нету, никого. Я выхожу, а никого вообще хуя рядом нету, ты понял? И мне вообще пристило, что я брошеный, никому не нужен, понял? И никого не нужен. Крикиньте. И после этого Габарня берет уже трубки. Очень долго. Все, кончилось. Сладко улыблено. Алло. Никитус, ты как там? Ну, слушай, у нас так себе дела, на самом деле. Мы тут что-то подостряли в пробке с Кемерово достаточно жестко. И вот только-только сейчас от нее выбрались. То есть вы из Кемерово только выезжаете, да? Да. Только-только. Как думал, как-то как в воду глядело, что в Кемерово будет пробки. Все, кружок от Габара. Ребята, Габар вышел на связь. Видно, счастливый вроде бы. Давай, выпусим, давай. А ну, как Дика, привет всем. Колты, п***ц. Мы в полной жопе. Мы, ну, 400 километров только пахнули. Как вы там, душнивые. А Никита пишет, бро, тут такое дело. Что это? А я, это бампер? А сейчас главное, чтобы все нормально было. Три минуты сейчас выходим и мы же смотрим. Я просто хочу ехать посередине дороги. Я ненавижу правый руль. Ненавижу просто. Смотри, вот ты ее сейчас обзываешь. Да нет, нет. Все хорошая, хорошая машина. Молодная. Не видно? Где он? Материальный нигитос. Вперед. Если я не успеваю, то я у себя в инстаграме больше, что я худший автобологент. Точно, хорош. И плюс самолет, естественно. Идет, 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 идет. Ты успел, братан. Ирин, как считать? Смотрите, догнал. Я за пять минут до вашего прибытия здесь. Да сложно было, братан. Но ты впритык успел? Честно говоря, да. Спортив. Это здорово. Привет. Леша, меня зовут. Кирилл. Ты ему помог, да, братан? Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть? Чувак, мне нравится, как-то скинул мне фотку в аварии. Я такой смотрю, думаю, машина же другая. Я такой думал, наклейка странная, ты за фотошоп был, да, сразу? Мужик, спасибо тебе огромное. Ссылка на парню в описании, пожалуйста. Подпишитесь на него. Это реально круто, это реально круто. Помог там проехать. Реально Кемерово, все, все, все. 600 километров, да, где-то? Ну, 500 было, да, где-то? 500 километров. Красавчики. Как вы думаете, почему люди выбирают не на самолету поезд? Романтика? Ну, не без этого, я думаю, отчасти, да, романтика здесь в любом случае присутствует. Посмотрите, виды какие у нас за окном. Все, Россию посмотреть нужно, да? Да, да, на самом деле. Знаете, какое удовольствие наша команда воссоединилась сегодня, Питусик с нами не летит на самолете, а еще остается сколько получается? Три дня, да, с нами. На третий день мы приезжаем, на третий день мы приезжаем. Мы уже больше, чем половину проехали. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, мы скоро будем в Красноярске. Это мой родной город, кстати говоря. Кайф, а сколько будем? Блин, будем ночью. Полтретьих нет. Я предлагаю спать пропустить эту сторону. Нет, точно пас. Батя с меня. Блин, как же я устал, я хоть по этому долбаному поезде, прикинь. Сейчас вы просто сели бы на самолет, и пару часов, братан. Ну, не пару, давай уже сейчас. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. И четыре. Ну, да. Вообще-то зато с комфортом. Я так как часто летаю в Красноярск, знаю, какой здесь классный аэропорт. И мы с тобой недавно там были. А, ты вообще родом из Красноярска? Да. Ты реально... А, точно, ты же родом из Красноярска. Ну, вспомним, мы недавно с тобой летали. Да, да, да. Кстати, реально, реально топовый аэропорт. Вообще не уступает ни Шереметьеву, нищего. Ну, губы у заказочной машины губ все приобрели. Никаких самолетов. Дальше едем в плацкарте. Кстати, ожидай терминал, брат, тебе выпал. Мой. 18 долларов, пожалуйста. Окей. О, осталось два дня. Так, сегодня у нас Иркутск, в городной Лан-Удэ. Чуть-чуть осталось. Сходишь реально с ума, просто сходишь с ума. Так много мы уже едем. Мы уже едем в пять дней. Ребят, полмиллиона лайков, и мы арендуем в целом. Мне кажется, я уже чувствую, когда я выйду, мы будем как-то в раскачку жить. Итак, ребятушки, мы решили, что мы слишком жирненькие. И решили, ну, реально мы пресс будем качать вот так прям. Вот так, вот так чувствую. Вот так вот. Вот это не влезетно. Это опасный маневр. Если я разобьюсь, ребят. А парень-то моё. А я моё. Никит, как дела? Какая? Я говорю, условия, уровень спа. Ты же понимаешь, было 2 часа ночи, а люди сейчас? Укладочки. Шумоизоляция великолепная. Попробуй отойди. Время вот стульечку. Отойди на 3 звена назад, не слышно. 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 Слышно, нормально. Слышно, прям жестко. Ну, тогда я не приятно, она будет спросить, подойди ему пуску за прическу. Мы общаемся с большой землей. И вот какие сообщения нам пишет моя подруга Катя Ковалева. Лёшенька. Боже мой, прямо включение, прям стримы с плацкарта. Офигеть. А ты не можешь ехать, типа, не в плацкарте, а поснимать потом в плацкарте? Это же жесть. Или вы без вагон? Чтобы вы понимали, все думают, что мы идиоты. Просто все. Но мы в натурах. Едем в плацкарте Москва-Вагонс. Нужен поставить лайк, потому что такой контент ты нигде не найдёшь. И помню про полмиллиона лайков. Если ты вдруг забыл это сделать, поставь, пожалуйста, сейчас. И целую вагонку в люкс. Зюх, привет. Привет. Зюх, мы хотели сказать тебе спасибо огромное за то, что ты приготовила столько еды, сало вкусного. Мы прям сыты и довольны. Спасибо тебе, Ксюша, большое. Очень приятно. Привет. Жалуют царь, да не жалуют. Дочь. Принцесса. Принц. Народ может. Да, скорее всего, Народ. Породко, как мы готовимся ко сну. Так мы мыем ноги. Всё, вот так помыли ножки. Зубы почистили. Хорошо. Хорошо. Я не могу упать. Конечно. Не думаю, что я не могу. Ты как, по-моему. Чуваки, мы точно не доедем до Владивостока все вместе. С нами лучше не ездить. Доброе утро, все еще ребята спят. Что там у нас? Еще и зима. Сегодня у нас Хабаровск и уже послезавтра с утра мы приезжаем в Владивосток. Ну что, Хабаровск, солнечный Хабаровск. Чуваки, финишная прямая. 13 часов осталось до Владивостока. Всего 13 часов, уже завтра в 6 утра, в 6 утра мы будем во Владивостоке в конечной точке. Диман, ты говорил про Хабаровск, что там? Хабаровск, это один из самых солнечных городов России. Прикиньте, он либо первый, либо второй. Реально, у нас какой-то сейчас максимально информативный блок получается, потому что Хабаровск реально один из самых солнечных городов России. Короче, стоим мы тут час 10, сейчас хотим сгонять за пиццкой. Настюха спит, говорит, я не могу, мы отправляем спать. Я не походу так быстро, как мы, поэтому... Дуду пицца недалеко, мы успеем. Все, погнали за Дуду пиццей. Я вообще не понимаю, что происходит, вы что ходите? Вы должны сидеть в поезде, а мы сейчас в маршрутке. Чувак, вы что, нас в поезд? Вы что, ходите, что ли? Чувак, звони Настя, скажи, кто в кран дергает, я не знаю. Ну да. Попадок. Чуваки, это просто жопа. Мы на улице, стоим на рельсах. И с лимонадом. Серьезно. Ты можешь стоп-кран дернуть или, я не знаю, сказать проводницам? А как она, а что она сделает, он уже ушел. Там просто станции ближайшие, просто они стоят помянуть, и поезд, если уже тронулся, его нереально обогнал. Это провал, нам 13 часов всего надо было. Следующее, Веревино. Верев... Веревино? Нет. Веревино. Веревино? Веревино. Одна минута он стоит, потом хор тоже одна минута, у нас даже больших станций нет. А что делать, тачку искать или что, такси? Да, просто такси, да, такси. Поели, называется пиццки. Вообще, на самом деле, хорошо, что я хотя бы осталась в поезде. Я жестко нервничаю за ребят, и надеюсь, что они успеют хоть как-то его гнать на станции, может быть, подальше. Блин, чувак, я не верю, если честно, я просто не верю. Как можно было так обосраться, скажите мне, как? Здрасте, скажите, у нас вы свободны? Мы тут на поезд опоздали. Веревино, по-моему, там следующая станция. Так, ладно, пойду в микроавтобус, но там уже все нормально. Здрасьте, здрасьте, мы на поезд опоздали. Можно как-то попробовать догнать поезд на следующей остановке? Я вам сейчас скажу, где это? Веревино. Вот мы посмотрели, Веревино и хор. Возможно такое подгонить? Можете выручить? Надо? Надо. Догонь, очень надо, очень надо, нам просто очень надо. У нас времени ноль. Да, это просто, как ты нашел маршрутку, скажите, не знаю. Закрой. Спасибо большое, а мы вообще, как вы думаете, успеем? У нас есть шансы? У нас есть шансы? У нас пока не знаю. Не знаете пока? Вас как зовут? Как? Олег. Олег? Олег, супер Олег. Я вообще не понимаю, что происходит, вы что ходите? Мы должны сидеть в поезде, а мы сейчас в маршрутке. Веревино, в 18.08 он приходит, в 18.09 он отходит, одна минута. Хор, 18.23 он приезжает в Хор. Там развилка, да? Вы знаете дорогу, да? Я не знаю, я единственное не знаю, вокзал в Хоре где находится. Это хорошо. Ну мы сейчас посмотрим. Ну мы сейчас будем подъезжать, поймем вообще успеваем мы к первой или нет. Потому что я не верю. В развилке мы будем решать, будем гнаться мы заверенно или сразу пролетим на Хор. Олег, вы тут топ вообще. Алё, Настя, мы взяли тачку, короче, пытаешься себя догнать. А будем спеть, чем? Я не знаю, но вот мы взяли мужика, Олег зовут, он сказал погнали. Какой же п***ец. Да, всё, сколько ни ругай, да, всё, давай, давай, брат, давай. Давай, я буду ждать вас на следующей станции. Да, ты там есть что этим проводницам нашим скажи Ирине, пожалуйста, давайте положим немножко цепь. Я думаю, не знаю, заходит ли кто-то или выходит ли кто-то на следующей станции. Потому что она будет здесь по 1 минуте и никто не выходит, то ее просто не будут открывать. По навигатору мы сейчас ровно в Хор приезжаем, ровно тогда, когда приезжает поезд. А ты думаешь, нам надо добежать до вокзала, зайти на него, пройти контроль и так далее. Вот, Хор 18-23, открываем навигатор, 18-23. А я сейчас направила парням свою геолокацию, чтобы они могли контролировать, насколько они успевают или опаздывают за мной, чтобы контролировать ситуацию с поездом. Я надеюсь, что они успеют, потому что я очень за них переживаю. Мы их обгоняем. Не, мы их обгоняем, мы сильно обгоняем поезд. Я смотрю, он перевернул, переместился, брат. Мы не обгоняем. Мы не обгоняем, нет. Ха-ха-ха-ха. Настя от нас уходит очень жестко, я вам скажу. Очень. Я предлагаю заесть наше горе, не зря же мы ходили за пиццей. Вот она. Дай кусочек. Мы сейчас прям в секунду в секунду попадем, я думаю, надо в хоро. Мы их понимаем, да? Ну, да, там как она, минуту как минимум остановится, это хотя бы, ну, это минута, но перед этим они еще будут тормозить и потом еще разгоняться. Поэтому мы их точно должны обогнать. Поезд пусть остановится. Главное, одна минута до остановки. Мы уже на перроне, я не вижу, ребята. Пока станция? Тут нет. Итак, мы обогнали Настю. Она сейчас стоит беременна на остановке. Так, тихо. Настя! Настя! Алло, вы доехали до станции? Нет, мы не доехали, мы в хоро. Мы в хоро пытаемся тебя догнать. Беревенна, мы не успевали. Ладно. Поняла. Давай, 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 давай. Собственно, как мы и предполагали, невозможно догнать скорый поезд, если он уже тронулся. И ребята будут ехать до следующей станции, которая стоит поезд чуть подольше, чем одна минута. Настя от нас встает на 7 километров. Вот этот рабочий поселок Хор для нас это сейчас... Ну, Момент Х. Момент Х это рабочий поселок Хор. Там поезд будет стоять одну минуту. Наша задача оказаться там быстрее. Навигатор показывает 18-19. Поезд приезжает 18-20. Самое другое чувство, когда ты ничем не можешь помочь. И тебя стоит столько ждать. И, блин, следующая станция еще через час. Еще час нервов. Час ожидания. И надеюсь, уже в следующий раз, когда я выйду на станцию, я все-таки на перрон не убежу хоть кому-то. Сейчас такой момент, что мы вот уже выбрали, что мы заезжаем в Хор и... И дальше. То есть мы, если бы поехали дальше, то мы бы это время не потеряли. А так, поскольку мы сюда завернули, нам все. Это в один конец дороги. Не, ну следующая остановка через 100 километров. Даже не в этом дело. Даже если бы она была близко, мы за счет того, что сейчас теряем время, пока едем к вокзалу, мы съехали с трассы, понимаешь? То есть у нас уже нет выбора, все. Да, оно, оно, хор, хор. Олег, вы мужик крутейший. Я не знаю, как вы это сделали, честно вам скажу, но это круто. Вы крутой. Вы крутой. Олег, спасибо вам большое. Пожалуйста. Держите денежку. Спасибо. Чувак, я не верю, если честно. Я просто не верю. Смотри, поезда нет еще. Вон он идет, слышь. Спасибо. 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 Уветики. Успели. Чуть-чуть не на той станции, не на той. Успели. У нас есть пицца, да. Спицка мы взяли. Мы одну съели, правда, одну съели. Вот она. 18.35, нам осталось чуть меньше 10 часов, чтобы доехать до берегов Тихого океана, до столицы Дальнего Востока, Владивосток. Последняя ночь поезда. Даже немного грустно. Как-то жалко немножко. Да, даже немного грустно. Мы реально уже просто срослись. Просто абсолютно, ты не веришь, сколько дней мы проехали. Кого-то вот так все по щелчку. Я себя чувствую просто еще одним вагоном, который за поездом все это время тащится. Да. Ребята, обязательно попробуйте эту историю, потому что это настолько капсула времени, она движется. А такое ощущение, как будто Габар вчера такой сошел. Ну, кстати, снимали вообще что с Габаром? Вроде доехал. Доехал, да. Ну, не звонит, значит, доехал. Да нет, ну доехал. Логика в этом выглядит. Да нет, он доехал, наверное. Ну, что-нибудь случится? Не звонит, значит, доехал. Случится что-нибудь, туда позвонит. Ну, конечно. 22 часа, сейчас мы в 6 утра приезжаем в Владивосток, и хочется сказать, что у Никитоса был самый топовый набор. Потому что мы его вот до сих пор консервы тачим. Так что проверено нами, если вы собрались в долгий путь, берите консервы, очень топовую историю. Консервы, лавашик. Паштетик. Паштетик. Чтобы у вас было понимание, вот тут мы едем сейчас между Лесозаводском и Лучегорском. И вот город китайский Ху-Линь. И мы увидели только. До него километров, ну, не больше 50. А, даже меньше. Смотри, вот у нас масштаб сейчас 17 километров до туда все. А, 17 километров. Выключили. Это то он. В Китае видно, прикинь. В новой геолокации поймал телефон. Мы сейчас около Дальней Реченской. Вот мы где-то здесь едем. И до Хутоу, китайского города, полтора километра. Это Китай? Это Китай, да. Ребят, все. Что? Час пятьдесят. В шесть семнадцать мы приезжаем во Владивосток. Мы им шесть дней, семнадцать часов. Осталось буквально пять часов. И мы окажемся во Владивостоке. Вот так грести в пальцы. Мы сейчас ложимся спать. Никого не трогаем. Не выходим вообще никуда. Даже в туалет. Чтобы четко доехать на место назначения. Мы уже поняли, что мы за временем не очень круто следим. Главная цель осталась одна. Подбежать к Стелле, на которой написано 9 тысяч двести восемьдесят восемь километров. Все. Спокойной ночи, Зайки. Доброе утро. Пять сорок девять. В шесть семнадцать приходит наш поезд. Осталось двадцать семь минут до Владивостока. У нас начинается потихонечку бьюти-блог. Никита вот примеряет новую маску. Ребята, масочка. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Чтобы личики наши не были опухшими в Владивостоке. Вот Никитос у нас стал делать маску. Ты похож на Панта? Или на дебилов просто? Что-то там между бродной. Ты похож на афроамериканцев? Да, на афроамериканцев, брат. Которые в Африке. Микельманджаро, да. Микельманджаро, да. Фантастические эмоции, потому что реально мы это сделали. 27 минут осталось до 18. Там уже берег Тихого океана. Эмоции просто... Осталось 7 минут, не верится. 7 минут в нашем масштабе как 7 секунд. Просто на самом деле очень долго тянется время. И мы понимаем, что мы уже вроде бы в Владивостоке. Но эмоции нереальные. Что мы действительно все дни ехали в этом плацкарте. Он стал как наш дом родной. Все родное. Тут все проводницы. Прям вот будем скучать по железным стаканам этим. По этому стуку колес. И все минуты. Прям мы выйдем реально, как будто сиротки такие. И это просто другая Россия. Просто другая. Прям мы в Владивостоке. Но главная цель это стелл. Ну, выходим. Давай, братан, собирайся. Выходим! 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 Давай, я встал. Чуваки! Вон Стелла, братан. Погнали к Стелле. Господи, какой вкусный воздух, свободы. Все, главная задача, идем к Стелле. Мы реально как будто на вершину идем. Чуваки, обещали, сделали. 9288. Здесь заканчивается Великая Транссибирская железнодорожная магистраль. Расстояние от Москвы 9288 километров. Мы это сделали. Чуваки, это просто нереально. Разнос. Вообще никогда в жизни такого ощущения не было. Это преодолело дорогу длиной в такое лютое расстояние поездом. Нашу страну. Плацкартом, брат. Не просто поездом, плацкартом. Просто хочешь вот так сделать. Спасибо. Дико извиняемся, РЖД. Вы лучшая. Вся команда. Ольга, начальник поезда. Номер два. Ольга, которая в ресторане. Замечательная Лилия, которая в 12-13 агоне. И, конечно же, невероятная Ирина. Также наши девчонки-проводники РЖД. Вы лучшие, крутейшие. Потому что, ну согласитесь, могло быть реально гораздо хуже. Как будто ехали в санатории. Да. Спасибо. В детском лагере. Да, спасибо вам большое. Ребята, обязательно пишите комментарии, какой у вас был максимальный путь, который вы преодолевали на поезде. Как только на этом ролике наберется 100 тысяч лайков, мы сразу выпускаем большой фильм про Владивосток. Потому что мы приехали в другую Россию. В один из самых дальних городов нашей страны, Владивосток. Давай напомним еще про поллямчик лайк. Поллямчик лайк. Есть маза, есть маза. Ребят, если вы хотите, чтобы мы опять отправились в поезд, полмиллиона лайков и мы арендуем самый дорогой вагон и едем на нем в Сочи. Скажите, вы завтра их поставите, выезжаем завтра. Мы сразу скупаем, ребят, все, реально, нам надо отдыхать, потому что это было реально круто. Я вас поздравляю, реально, мы сняли один из... Давайте просто обнимемся. Давай, Диман, давай, Диман, 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 Диман. Ребятки. Все, зайки, заканчиваем. Мы теперь семья. Да, мы теперь маленькая семья. Идем с Зак. Спасибо вам большое за просмотр, все, целуем, обнимаем. В чем странно, нормальная семья.